Больше центнера денег принёс в офис сотового оператора житель Екатеринбурга. Это долг за разговоры по мобильному телефону. 120 килограмм денег, живых денег. Деньги предприниматель Андрей Голованов доставил на грузовой «Газели» – 6 мешков. Но это не крупные купюры, а монеты от 10 копеек до 10 рублей. Андрей объяснил, это ни в коем случае не месть. Просто он копил нужную сумму несколько лет. Это не мелочь, это деньги российские, которые я скопил за три года. С той поры, как я получил счёт от сотового оператора. То есть, видимо, лох – это судьба. Я купился на календарик рекламный, где звонки в Россию 7 рублей, но про входящие мне туда, в Чехию, не было сказано. Входящие звонки в Чехию оказались гораздо дороже 7 рублей за минуту. В итоге счёт по возвращению шокировал – 53 тысячи рублей за 900 минут. Потом задолжал ещё 9 тысяч. Андрей пытался судиться, но процесс проиграл. Теперь возвращает долги. После этой истории мужчина отказался от сотового телефона и все дела решает по интернет-переписке. В сотовой компании по поводу огромной суммы в монетах ничуть не огорчились. Вызвали на подмогу двух операторов. Пока считали деньги, Андрею ещё раз разъяснили, как образовался такой огромный долг за связь. Таковы условия роуминга. Эти цены устанавливает роуминг-партнёр. В Чехии подключались к другому оператору, к чешскому, и обслуживались у него.